Героев жатвы чествовали в Грудненской области. Региональные дожинки принял город Свислочь. В этом году собран рекордный урожай. И сегодня заслуженные награды получили не только лидеры уборочные, но и сам город. К празднику районный центр заметно похорошил. Галина Буро разделила радость вместе с аграриями. Четыре месяца уборного труда, километры убранных полей, рекордный урожай зерна, рапса, картофеля и свеклая. А главное люди, которые все это прошли, все это смогли и с горкой заполнили продовольствием закрома страны. Вот они, герои уборочной компании и праздник в их честь. Сегодня никакой униформы. Это тот день, когда с чистой совестью можно отдохнуть от трудных, но все же романтичных полевых будней. Аграрии с гордостью несут снопы из колосьев, белорусские костюмы и полутораметровый каравай из муки нового урожая. Как знак уважения к многовековому обряду земледелия, окончанию жатвы. Улицы Свислыча превратились в один большой гостиный двор. На Дожинке съехались аграрии из всего района. Какой район самый гостеприимный, определить сложно. Чудешина вас святая, жира у гостей запрашая. Спасибо. И тут же гостям праздника предлагали самим выбрать самый красивый и увесистый каравай области. Очень красивые торты, пироги. Прям шедевры какие-то. Молодцы. Главное, что творчество на каждом подворье было слышно и видно. Мы в этом году получили тот урожай, который нам необходим и для обеспечения продовольственной безопасности, и в том числе для того, чтобы обеспечить зимовку нашего всего животноводства. А между тем на сцене те, кто ежедневно добавляли вес белорусскому караваю. Олег Бондаревич в этом году на своем комбайне впервые в жизни намолотил более 3000 тонн зерна. Он лучший в области. Прошли на одном дыхании. Ничего такого трудного не было. Благо комбайн не подвел. Нравится, не спорю. Хлеб убирать всегда хорошо. Это приятное ощущение. К празднику готовился весь район, а сам город к Дожинкам заметно преобразился. Ремонт дорог, реконструкция дворца культуры и утраченные достопримечательности, городского шпиля. В заботе о прошлом и настоящем не забыли вложить и в будущее. В парке появилась тренажерная площадка, а в спортивной школе зал борьбы. И еще благодаря аграриям на столе теперь весь год будут два белорусских золота. Хлеб и картофель. Галина Буро, Анатолий Баянинцев, телекомпания СТВ, Гродненская область.